Привет, друзья! В этом видео мы расскажем историю города Часовьяр Донецкой области. Если когда-то нашу планету действительно создавал Творец, распределяя ресурсы как на картах в какой-то стратегии, Украина, очевидно, изначально планировалась как идеальное место для развития черной металлургии. На расстоянии всего в несколько сотен километров друг от друга находится один из крупнейших в мире каменно-угольных бассейнов Донбасс с углями разных марок, в том числе коксующимися, а также Кременчугский, Криворожский, Запорожский и Керченский железнорудные бассейны с железной рудой высокого качества. Рядом с ними находится крупнейший в мире никопольский марганцевый бассейн. В Украине есть крупное месторождение флюса, которое используется в металлургии. И вдобавок ко всему в Донбассе находятся крупнейшие в мире залежи огнеупорной глины, из которой производят огнеупорный кирпич, который используется для строительства печей металлургических заводов. Огнеупорные изделия могут выдерживать температуру до 1650 градусов Цельсия и выше. Именно с месторождением огнеупорной глины связана история города Часов-Яр. В 1860-е годы английский промышленник Джон Юз строит на Донбассе первый современный металлургический завод, вокруг которого вырастет поселок Юзовка, будущий город Донецк, центр региона. Само собой, для строительства металлургического завода нужен огнеупорный кирпич. В регионе начинаются активные геологические исследования, в результате которых, по счастливому стечению обстоятельств, на западе от уездного города Бахмут находят месторождение огнеупорной глины, очень высокого качества, возможно, лучшее в мире. Эта местность называется в народе Часов-Яр. Такое необычное название, скорее всего, имеет тюркские корни, как и многие реки и овраги в этой местности, включая Северский Донец и Дон. Изначально балка называлась Чаису. Чаи – это маленькая река, а Су – вода. Когда в эти места пришли славяне, они переиначили это название в Часов-Яр. Вскоре после открытия месторождения огнеупорной глины, в этой местности появилось до 20 рудников по ее добыче, а также около 13 заводов по производству огнеупорных изделий. В 1876 году была открыта железнодорожная станция Часов-Яр. Именно этот момент считают датой основания города. Уже к 1900 году товарооборот этой станции составил 4,5 миллиона пудов. В основном из нее отправляли огнеупорную глину и огнеупорные изделия для строительства металлургических заводов по всей стране. В 1887 году в Часовом Яре был открыт крупный завод по производству огнеупорных изделий. В 1889 и 1892 еще два завода. Со временем здесь вырос поселок, в котором жили рабочие огнеупорных заводов, рудников и железнодорожной станции. Это не лунный пейзаж. Здесь добывают бесценные местные сокровища огнеупорную глину. Еще в 1916 году ее исследовали в лабораториях Харькова и Берлина. Оказалось, что она выдерживает температуру до 1700 градусов. Такая глина необходима для создания доменных печей, конвертеров. Без нее невозможны металлургии. Сюда устремились российские, немецкие, французские, бельгийские промышленники. Один за другим открывались рудники. Так зарождалась промышленность края. Часово-Ярский огнеупорный комбинат существует уже более ста лет. Здесь берегут доброе имя и приумножают славу старых мастеров. Сегодня это одно из крупнейших предприятий Украины, производящих огнеупорные изделия. На его продукцию большой спрос в разных уголках мира. Изделия комбината отмечены международными наградами. С началом сталинской индустриализации спрос на огнеупорные глины значительно вырос. Поскольку началось масштабное строительство металлургических комбинатов в разных уголках страны. Во время первой пятилетки было проведено детальное исследование Часово-Ярского месторождения. И в 1934 году началась его разработка в промышленных масштабах. Одновременно с этим был выстроен специализированный завод шамотных изделий имени Серго Орджоникидзе. На котором в 1939 году впервые в СССР начали выпуск хромомагнизированных изделий. Во время оккупации Часово-Ярого из каменнацистской Германии немцам не удалось восстановить производство огнеупорных изделий в городе. Перед отступлением гитлеровцы взорвали все, что могли. После освобождения город лежал в руинах. Убытки оценивались в 90 миллионов советских рублей. Тем не менее, производство огнеупорных изделий было возобновлено уже в 1944 году. В 1959 году Рудоуправление по добыче огнеупорных глин и формовочного песка, а также Часово-Ярский завод огнеупорных изделий имени Серго Орджоникидзе объединяет в единый Часово-Ярский огнеупорный комбинат. В 1970-е годы на нем будет трудиться около 7 тысяч человек. Ежегодно будет производиться 1 миллион тонн огнеупорных изделий. Добыча составит 1 миллион 200 тысяч тонн формовочного песка и 1 миллион 300 тысяч тонн огнеупорных глин. 1291 сотрудник предприятия был награжден орденами и медалями. Из них 29 человек получили орден Ленина. А машинист-экскаватор рудника формовочных песков Белоусов стал героем социалистического труда. Предприятие производило 24 вида огнеупорных изделий. В его состав входило 6 основных цехов по производству огнеупоров. 4 рудника по добыче огнеупорной глины, 1 рудник по добыче песка и ряд вспомогательных цехов. Для сотрудников комбината были выстроены многоэтажные жилые дома и общежития. Больница, школы, детские сады. Разбит парк культуры и отдыха. Выстроен городской дворец культуры с кинотеатром. Городской стадион «Авангард». Выработанные карьеры рекультивируют и превращают в городские ставки с оборудованными пляжными зонами. Например, Днепровский ставок. Или ставок «Золотая рыбка». В лесном массиве с вековыми дубами на окраине города. Хлебопекарный ставок, очевидно получивший свое название, поскольку находится рядом с городским хлебзаводом. Огромные шагающие экскаваторы для добычи глины производились на Новокраматорском машиностроительном заводе, о котором у нас есть отдельное видео. На Донбассе работало как минимум 4 предприятия по производству огнеупорных изделий. Красногорский огнеупорный завод, который, возможно, вам известен, поскольку совсем недавно на его территории проходили боевые действия. А сама Красногоровка частично оккупирована Россией. Ныне не существующий Белокаменский шамотный завод, который находился в поселке Карлолипхнехтавск, ныне город Солидар. А также Красноармейский динасовый завод, ныне город называется Покровск. Красноармейский огнеупорный комбинат был одним из крупнейшим не только в Украине, но и во всем Советском Союзе. Само собой, экономический спад 90-х отразился на предприятии. Количество заказов значительно сократилось. Пришлось переориентироваться на экспорт. Несмотря на это, в 2022 году на Красноармейском огнеупорном комбинате работало около 600 человек. Предприятие прекратило свою деятельность только осенью 2022 года из-за сильных обстрелов. Путинские войска обстреливали производственные цеха, жилые кварталы. 9 июля 2022 года было уничтожено заводское общежитие. Погибло 48 мирных жителей, в том числе один ребенок. Это одно из самых массовых убийств мирных жителей на Донбассе в результате обстрелов. Еще 24 человека получили тяжелые травмы или оказались под завалами. Летом 2023 года российские войска уничтожили главную городскую достопримечательность – городской дворец культуры, в котором работал кинотеатр. Здание было выстроено в 1929 году. В 1937 году в Часовом Яре в бедной еврейской семье рождается пятый ребенок, мальчик, которого называют Йосифом. Это был Иосиф Давыдович Кобзон, советский эстрадный певец, который в 90-е станет известным мафиози, а в 2000-е депутатом Единой России. В принципе, историю города Часов Яр, который был построен вокруг месторождения огнеупорной глины, мы рассказали. Но дело в том, что в состав города входит еще один жилмассив, который находится на удалении от остальной городской застройки и, в принципе, мог посчитаться отдельным населенным пунктом. Но его включили в состав города Часов Яр. Речь, само собой, идет о микрорайоне Канал. В 1955 году начинается строительство канала Северский Донец-Донбасс, в котором у нас на канале есть отдельное видео. Он должен был обеспечивать водою Донецко-Макеевскую и Горловско-Янакиевскую агломерации. Из-за активной добычи полезных ископаемых, население в этом регионе постоянно росло, а количество водных ресурсов сокращалось. К тому же, крупные города находились на Донецком Кряже, системе высоких холмов, потому вода по каналу не могла текти самотеком. Ее должны были закачивать насосные станции. Длина канала должна была составить 133,5 километра. Он должен был соединить реку Северский Донец с верховьем реки Кальниус. Для регулирования уровня воды в Северском Донце было выстроено Краснооскольское водохранилище. А вдоль самого канала будет создана система из шести водохранилищ, в которых будет накопляться вода для нужд промышленности и населения Донбасса. Канал должен был пройти по окраине города Часов Яр. И этот город находился практически посредине огромного строящегося канала. Да к тому же, в его окрестностях была сырьевая база для производства строительных материалов. Потому в 1957 году на левом берегу строящегося канала в нескольких километрах от города был выстроен завод Гидро-Железобетон, который занимался производством железобетонных конструкций для строительства канала. Само собой, рядом с предприятием начинают выстраивать жилые дома для сотрудников. Так и появляется микрородион-канал. Рядом с заводом Гидро-Железобетон в 1958 году открывается предприятие по ремонту и обслуживанию грузовиков. Поскольку стройка огромная, используется много грузовиков, в основном зилы и газы. И удобнее всего их обслуживать и ремонтировать рядом с заводом, к которому они все съезжаются. Так появился Часовоярский ремонтный завод. Завод Гидро-Железобетон занимался производством разных железобетонных конструкций. Лестничных маршей, бетонных заборов, плит. После 2014 года предприятие обанкротилось и было снесено. Часовоярский ремонтный завод в 1980-е годы занимался производством вахтовых автобусов ТС-3966 на шасси ГАЗ-53А. А также производил передвижные диспетчерские пункты на шасси УАЗ-3303. В 90-е предприятие переживало не лучшие времена, но все же наладило выпуск автомобилей скорой помощи на шасси ГАЗ-3302. А также выпуск микроавтобусов СПВ-15. В начале 2000-х Часовоярский ремонтный завод превращается в Часовоярский автобусный завод. На заводе начинается серийное производство микроавтобусов на шасси ГАЗ, которые будут выпускаться под маркой РУТА. В конце 2000-х украинские города буквально заполонили маршрутные такси марки РУТА. На протяжении 20 лет завод будет производить каждый год от 37 до 200 микроавтобусов. Фактически это была мелкосерийная сборка. Тем не менее продукция предприятия была востребованной и она создавала рабочие места. Часовоярский автобусный завод продолжал свою работу до 2022 года и остановил свою деятельность только из-за вторжения России. Также на микрорайоне Канал находился офис компании Вода Донбасса, предприятие, которое обслуживает канал Северский Донец-Донбасс. Микрорайон Канал имеет очень компактную застройку многоэтажными домами. И в целом мне кажется, что города Часовьяр и Солидар очень похожи друг на друга. Оба города основаны практически в одно и то же время. Один является северным пригородом Бахмута, второй западным. До вторжения России у них было примерно одинаковое население, около 14 тысяч человек. Оба города построены вокруг месторождений полезных ископаемых. В Солидаре это одно из самых больших в мире месторождений соли, а в Часовом Яре одно из самых больших в мире месторождений огнеупорной глины. И Часовьяр и Солидар состоят из двух поселков, которые находятся на удалении друг от друга, но их объединили в единый город. Часовьяр состоит из поселка, который был построен вокруг огнеупорного комбината. Он застроен частным сектором с небольшим количеством многоэтажек. В Солидаре тоже поселок, построенный вокруг огнеупорного завода, застроенный частным сектором с небольшим количеством многоэтажек. Правда, огнеупорный завод обанкротился, его снесли, но построили новый завод по производству гипсокартона. Второй поселок имеет плотную застройку многоэтажными домами. В случае с Солидаром это многоэтажки вокруг предприятия Артем Соль, а в случае с Часовым Яром это микрорайон Канал. Напомню, что Солидар ЧВК Вагнер захватила в два подхода. Летом 2022 года был захвачен район вокруг окнеупорного завода, а зимой 2023 года многоэтажки вокруг предприятия Артем Соль. Штурм Часового Яра начался в апреле 2024 года. Россия регулярно применяет волны бронетехники и местные штурмы, использует камикадзе на мотоциклах. Такая тактика сопровождается огромными потерями, но приносит свой результат. Российские войска зашли на территорию микрорайона Канал и контролируют уже большую его часть. Но есть надежда, что фронт удастся стабилизировать по каналу Северский Донец-Донбасс. В городе Солидар из 14 тысяч населения не осталось ни одного жителя. Россия называет это освобождением. Можно добавить полное освобождение от промышленных предприятий, жилых домов, объектов инфраструктуры и местного населения. Часов Яр стал новой целью российской армии для полного освобождения. Скорее всего в нем не останется ни одного жителя. А путинский каток перемолит город сильнее, чем нацисты в 41 и 43 годах. В то же время, если Часов Яр не оборонять до последней возможности и не превращать в крепость, полное освобождение грозит уже Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску. Большое соболезнование тем, кто потерял свой родной дом и свою малую родину. Надеюсь, что когда-то Часов Яр будет восстановлен, как и другие города Донбасса, которые уничтожил Путин и его армия. На этом видео подходит к концу. Спасибо за просмотр и до новых встреч!